На северо-западной окраине города, недалеко от котельной Селура, коммунальщики начали подготовку к масштабным ремонтным работам. Сотрудники предприятия «Вода Донбасса» намерены осуществить здесь вынужденную внеплановую замену участка канализационного коллектора. В процессе длительной эксплуатации железопетонный коллектор, проложенный от пятой канализационной станции до первой, по которому, собственно, стоки и поступают на городскую очистную станцию, пришел в негодность. Из-за этого начали в буквальном смысле проваливаться и канализационные колодцы. Сегодня сотрудникам предприятия «Вода Донбасса» практически каждый день приходится вручную расчищать полуразрушенный коллектор от глины и камней. Этих мер едва хватает на сутки. Уже на следующий день процедуру приходится выполнять заново. Самое главное, что все канализационные стоки, естественно, идут на очистные сооружения. Как раз здесь проходит коллектор, который со всего города канализацию доставляет до первой насосной, а первая насосная на канализационные стоки. Выход из строя железобетонного самотечного коллектора чреват серьезными экологическими последствиями. Нарушение коллектора канализационного может привести к экологической катастрофе. Если стоки пойдут на колосничку или еще куда-нибудь, это будет очень большая проблема для города, для жителей. Дабы избежать нежелательных экологических последствий, сотрудники компании «Вода Донбасса» решили рядом со старым, практически вышедшим из строя канализационным коллектором, внепланово проложить порядка 250 метров новой пластиковой трубы. Задача как с технической, так и с технологической точек зрения нетривиальная. Подобраться к объекту тяжелая строительная техника пока не может. С одной стороны мешает теплотрасса, с другой – железнодорожная насыпь. Здесь большая работа будет предстоять бульдозерам, ведь вы видите какой рельеф, надо будет демонтировать железнодорожное полотно, планировать. Нужна здесь будет работа геодезистов для того, чтобы отметки выставить, чтобы не было контрухлона по коллектору. Работа грандиозная, подготовительных работ, скажем так, больше, чем самой работы по укладке трубопровода. Все вот это убрать, вычистить, спланировать, положить, я думаю, тут за неделю, за две вполне реально. Кроме того, весь комплекс работ требует немалых финансовых затрат. Отсюда существенно возрастает значение своевременности оплаты услуг, предоставляемых предприятиям «Вода Донбасса» по водоснабжению и водоотведению. Я хотел в очередной раз обратиться к «Харцезианам» с просьбой своевременно оплачивать услуги наши, оплачивать задолженность, потому что финансовое состояние сейчас предприятия даже сверх критическое, можно сказать. Видите, какие работы нам приходится выполнять. Никто эту задачу от нас не снимает, мы от нее не отказываемся. Тарифы остались прежними по сравнению с украинскими. Ни для кого не секрет, что жители той же Авдеевки уже с первого числа оплачивают куб воды со стоками по цене 18,44 гривен за куб воды со стоками. Мы оплачиваем по старому тарифу, да, 6,99 вода со стоками в гривне. К подготовительным работам по замене коллектора сотрудники компании «Вода Донбасса» приступили уже сегодня.